Привет, друзья! Я нахожусь очень далеко от дома. Мне интересно, кто-либо догадается, как называется этот город или хотя бы страна. Страна, вы может, догадаетесь, а вот город вряд ли. Ну, почти как у нас в Испании. Почти. Вот, друзья, про Испанию вы догадались. По развивающемуся флагам, флагам над крышами. Вот один очень знаменитый в этом городе памятник. Помните каменный цветок? И вот этот мастер, обратите внимание, сколько у него там пальцев на руке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть пальцев. Это ошибка такая скульптора, но это у нас местная достопримечательность теперь. Вот такой каменный цветок. Это парк, даже инсталляция очень похожая на на испанскую. Ну, ты, ежели чего, заходи. Волк тут у нас есть такой, вот из мультика. Даже свой мостик с замочками. Дерево, на которое завязывают вот эти вот всякие шнурочки желаний. Эскейт-парк есть. А вот эта карусель, я ее помню в детстве. Она сейчас, я даже не знаю, работает или работает, но она, в общем, так выглядит совсем, совсем уставшей. Мишки на севере. Как вы видите, очень много тут людей на велосипедах разного возраста. И бабушки на велосипедах, и девушки на велосипедах. детская площадка. Беседка на берегу. На берегу реки, догадайтесь, какой. Камыши и лодки, прокатные лодки. И рыба вспрыгивает. А вода, ну как. Так на вид-то она довольно чистая. То есть дно видно. Дно видно. Рыбы плавают. Даже большие рыбы я видела плавают. Их даже ловят. Рыбалка тут есть. Ребята, это стадион. Здесь люди вон на турничках подтягиваются. Большой теннис играют. Бегают по беговым дорожкам. Видите, в этом городе даже есть свое графики. Вот так. Котиков рисуют. Котиков. Вы видите это все? Котики. Котики. Если вы видите это граффити, может вы догадаетесь, что это за герои. Мы еще с ними встретимся. Позже расскажу. Позже. Но может некоторые уже помнят. А вот даже проработана тема космоса. Сейчас я вам, друзья мои, Сатурн покажу. Вот. Вот так. Еще одна подсказка. Это исторический центр города. Здание 1908 года постройки. На балконе стоит Батька Махно. В этом городе, где-то по легенде, зарыто, спрятано в переходах между монастырями золото Батька Махна. А это вот еще один герой Киса Воробьянина, Эльфи Петров, кто помнит. Одно из упоминаний об этом городе было в их романе «12 стульев». И одно из граффити, которое я показывала, тоже связано с этим произведением. А вот он, великий комбинатор. Помните эту сцену? Эльфи Петров, «12 стульев». Это очень, очень толстый намек на то, где мы находимся. Это университет, в котором мне довелось поработать. Здесь здание училища. Вот здание училища рядом. Оно старинное, оно очень интересное. Смотрите, какое здание. Это училище. Здесь сейчас учат электриков, механиков. Наверное, там есть что-то по компьютерам. Оператор компьютерного набора, как минимум, должен быть. Ну и вот такое вот древнее здание. Они его, конечно, покрасили. Ну, так, как сказать, я не знаю. Мне кажется, оно в естественном цвете красного кирпича. Оно раньше было. Оно было как-то поинтереснее. Ну, сделали уже, как сделали. Вот тут клумбочки, полуклумбочки, полудикое такое все. Ну, тем не менее, да. Вот, вот такая вам видеозагадка, ребята. Вот так. Вот так.